Могут оказаться на свободе и участники Мукачевской перестрелки. Они уже не террористы, а обычные бандиты. Почему сняли столь тяжкое обвинение и какое теперь наказание грозит четырем бойцам правого сектора, знает Марина Коваль. 11 июля 2015 группа бойцов правого сектора, примерно 12 человек, приехала на переговоры к народному депутату Михаила Лунёва-Мукачева. Встретились в спортивном клубе. Завязалась перестрелка, погиб охранник клуба. А затем, после погони на выезде из города, в перестрелке между правым сектором и полицией погиб еще один человек. Правоохранители арестовали четырех участников инцидента. Все задержанные, члены закарпатской организации «Правый сектор». Их глава Роман Стойко до сих пор в розыске. Сразу после произошедшего он так объяснил, почему бойцы поехали к Лунёву. Нас выкликал на переговоры еще близко трех дней назад криминальный авторитет «Блюк». В связи с тем, что им не понравилось, что наши патрули чергуют вдоль митницы и не пускают контрабанду. Конечно же, мы пошли на переговоры. А вот Михаил Лунёвси опровергает, мол, бойцы правого сектора сами вызвались приехать. Провокация 100% должна быть какая-то. Они подумали, что моя охрана даст ответственность за то, что застрелили хлопца. Но, слава Богу, этого не произошло. Если мне не хотят претензии, какие-то выставлять обвинения, будь ласка, давайте. Если последняя версия, я контрабандой занимаюсь. Пускай не дают материалы, что я занимаюсь контрабандой. Четверым, задержанные бойцам правого сектора, выдвинули обвинения по десяти статьям Уголовного кодекса, в том числе и терроризме. Судебный процесс длится год и десять месяцев. Задержанные виновными себя не считают. Сегодня на очередном судебном заседании прокуроры убрали из обвинительного акта несколько статей, в том числе и самое тяжелое обвинение в терроризме. Адвокат, правда, говорит, что таким образом генпрокуратура затягивает процесс. Надалее остается бандитизм, невмисленное обвинение, обвинение обвинения, обвинение обвинения обвинения, непокорство работников правоохранительных органов, тяжелые обвинения обвинения. Прокуратура выкрасила просто этот аргумент для затягивания часа. С вырахованием того, что у одного из судов заканчивается скоро обвинение. Очередное судебное заседание назначено 29 мая. Адвокат собирается просить суд изменить меру пресечения подзащитным. Ведь после того, как с них сняли обвинение в терроризме, подсудимых можно отпустить до вынесения приговора. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область. Продолжение следует.